День, когда в Молдове проходит мероприятие, посвященное славянской письменности и культуре, в Тараклии был организован Третий Общий Республиканский Собор Болгар. Обратить внимание к проблемам и вопросам национальных меньшинств Болгар-Молдовы в частности, придать району Тараклия особый статус. Цель его проведения все та же. Более сотни делегатов, представителей общественных организаций, депутаты парламента и многие другие. Законопроект о придании статуса Центру Болгар-Молдовы до сих пор не принят на рассмотрение. И сейчас именно то время, когда нужно действовать, читает один из его авторов Иван Забунов. Нас беспокоит то, что есть очень много причин, не дающие никакого шанса Тараклийского национального региона, выжить после планируемого, согласно говоря, с международным валютным фондом, проведения новой административно-территориальной реформы. Не будет нам клялся господин Ляка, что он знает, что такое Болгар, что такое национальное мышищество, что пока он жив, ничего не будет. Я говорю, вы же взрослые люди, представьте себе, что идет международный валютный фонд, к большому начальству международного валютного фонд, и говорят, а вы знаете, болгары еще не готовы, они хотят, чтобы вы не проводили реформу, потому что там... Он говорит, слушай, знаешь что? Иди, когда будете готовы, придете за деньгами. Понимаете, дело в том, что мы прекрасно понимаем, что если мы на сегодняшний день не выдвинем серьезные аргументы по защите Тараклийского района, его юридическое закрепление потом будет поздно. Нам потомки наши непростые. И вот именно часть этого закона, потом некоторые публикации, мы донесли в своих различных письмах, обращениях, принципы, изложенные в международных актах, которые мы очень удачно вписали во все наши требования, просьбы слезные, не слезные и так далее. Я вчера встречался с Группой товарищей, встречался с Верховным комиссаром по делам национального межринства. У нас была раньше очень серьезная работа с ее офисом в Теченеве, ее советниками. Мы составили огромный перечень документов, которые были даны по нашему закону. Вчера присутствовали представители МИДа и правительства, и все я спросили, я убедил вас, что требования Болгарии есть, у вас нет претензии к их предложениям и требованиям. Я сказал, убедили. Убедить Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств безусловно достижение, считает Иван Забунов. Однако есть другие аспекты в продвижении законопроекта в Молдавском парламенте, продолжил посол Болгарии в нашей стране. Тук имаше едно смесване на двата закона. Първи закон, който мина на първо учетене, той беше въобще за такива райони. Правото да се дава статуса на такива райони. Новият закон, който все още не е внесен в парламента, т.е. седнася само за Таракийския район. Аз съм се запознал с него. Главната цял на такъв закон трябва да бъде юридическо закрепване на статуса на района. Независимо от всички други последващи действия. Главното е да се запази самостоятелността на райони. Това е стратегическата цяло. Но тук трябва да се има предвид и други нещата. Кога да се внесе закона? Кой да го внесе закона? Какви са геополитическите обстоятелства? Кои политически сини в парламента могат да бъдат ангажирани в подкрепа на този закон? Когато взето от всички тези неща трябва да бъдат обисленни много подробно и да се избират подходящите моменти и ангажират подходящите хора. Вторият проблем, който ние виждаме за района, един от най-съществените, това е запазването на Таракийския университет. Университетът е създаден преди 10 години, той е имал определенът цел, до известна степер е постигнала целта си, но с развитието времето не стои на едно место, то се развива, развиват се технологии, учебни процеси и така нататък. И в новият настоящия момент университетът е доби конкуренцията с околните университеты. Затова на него трябва да му бъде вдъхнат нов живот. Трябва да бъде направен преврекателят за младите хора, не само от Таракийския, но и от други райони. Как може да стане това? По наше виждане само по един начин. Да бъде превърнат в филиал на българския университет. В него да преподават професори в Българии, дипломите, които, что получают студентите, да бъят български дипломит, то есть европейски, да има най-различные специальности, които се тарсиме в момент. Сейчас сотрудники посольства работают над этим вопросом о преобразовании Тараклийского университета в филиал учебного заведения Българии. Однако о каких двух законопроектах говорил посол? Почему в первом чтении был принят не тот, который смог бы придать району Тараклия особый статус, объяснила депутат парламента Молдовы. В апреле 2015 года в парламенте Республики Молдова был, посмотрим наш законопроект, который был принят в первом чтении. И напомню, что этот законопроект имел положительное заключение правительства Республики Молдова. Повторюсь, речь идет о законопроекте, который вносит саму возможность в административном территориальном отделении Республики Молдова в дальнейшем обсуждать присуждение тому или иному району статуса национально-культурного района. 16 ноября 2015 года мы с коллегами по фракции зарегистрировали в парламенте второй законопроект, но базовый, системный и глобальный. Вот именно с этим названием о предоставлении Тараклийскому району статуса национально-культурного района, в котором, в принципе, и все показано и проанализировано, что представляет собой этот статус и чего на самом деле хотят болгары Молдову. Мы предложили включить в повестку дня заседания парламента этот законопроект, потому что наличие негативного отзыва парламента правительства, чтобы вы имели в виду, не означает, что его нельзя обсуждать в парламенте, а глють нет. Это мнение правительства. На что председатель парламента господин Канну заявил, что он направил этот законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию. Дело в том, что тот факт, что этот законопроект отправлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, ни в коем образом не означает, что мы депутаты парламента, нам что-то и кто-то мешает рассмотреть его в первом чтении в парламенте. Никто нам не мешает этого сделать. Единственный вопрос, как получить как минимум 51 голос в парламенте для того, чтобы включить его в повестку дня и чтобы как минимум 51 депутат парламента проголосовали за этот законопроект. Пока молдавские депутаты оттягивают принятие закона, международные структуры приветствуют требования Болгар-Молдовы, продолжает президент Ассоциации дружбы и сотрудничества Молдова-Болгария. Являясь членом Всемирного парламента Болгар и регулярно поддерживая тесные деловые связи с вице-президентом Болгарии Маргаритой Боповой, я не понаслышку знаю, что власти Болгарии, а также Болгары всего мира, внимательно следят за прогрессом этой области. Руководство Всемирного парламента Болгар полностью поддерживает нашу инициативу о придании тераклийскому району специального статуса. Более того, от имени Всемирного парламента Болгар было направлено обращение к Народному собранию Болгарии с просьбой оказать поддержку. В частности, чтобы члены Европарламента от Болгарии содействовали на политическом уровне принятия положительного решения. Ведь именно так можно сохранить уникальные исторические, языковые, религиозные, образовательные и культурные ценности и традиции Болгар-Молдовы. Стремление центральных властей Молдовы проводить оптимизацию во всем направлениям может обернуться в трагедии для 30 тысяч болгар Тараклийского района, а также подорвать уверенность остальных болгар Молдовы в истинных намерениях властей продвигать культурное многообразие. Единственный справедливый выход сегодня – это принятие закона, которое гарантирует сохранение и исключает ликвидацию района с компактным проживанием болгарского этнического вещества. Хочу вновь и вновь обратить внимание центральных властей и масс-медиа о том, что речь не идет о льготных или привилегиях для района. Мы говорим исключительно о наделении Тараклийским. Тараклий, ставшись национально-культурного района. Мы продвигаем идею обеспечения условий для защиты, сохранения и развития компактно проживающего болгарского этнического вещества. Никаких политических или экономических преимуществ мы не просим. По мнению председателя болгарской общины Молдовы, затягивание с рассмотрением и принятием закона об особом статусе Тараклийского района носит сугубо политический характер. Рано или поздно вопрос о статусе района будет снят и будет снят он положительно. Но у меня создается впечатление, что он затягивается, его рассмотрение затягивается умышленно и с одной целью. Для того, чтобы дотянуть вопрос до предстоящих выборов президента Республики Молдова и таким образом заставить болгар проголосовать за нужного тому или иному политическому формированию кандидата. Итогом собора, как и двух ему предшествующих, стала резолюция, которая должна быть направлена и молдавским властям, и международным организациям и представительствам. Мы, участники Третьего Республиканского собора Болгарно-Молдовы, вынуждены признать, что за последние годы политика невыполнения своих обязательств перед европейскими организациями в область соблюдения прав национальных меньшинств приобретает системный характер. Результаты этой политики убеждают нас в необходимости немедленного принятия законодательно оформления об особого национально-культурного статуса района Тараклий. Как единственного защитного барьера против готовящейся его ликвидации и гарантированного фактора свободного развития всех составляющих этнической идентичности болга Молдовы. Это только один из восьми пунктов оглашенной резолюции. Общим голосованием делегатов она была принята в целом.